всем привет еще раз спасибо за представление я тогда не буду повторять кто я алексей замечательно сказал начну с того что ребят кто здесь вообще пишет под android отлично кто сталкивался с dependency injection хорошо все остальные смотрите доклад будет достаточно скучный в нем будут примеры кода вот поэтому кто хочет поспать может спокойно ложиться и поспать главное просто не храпите чтобы не разбудить соседа рядом и второе вступление до этот доклад идет в продолжение темы которую рассказывал самый первый докладчик денис никлюдов это один из инструментов который можно использовать для улучшения качества вашей разработки ну что ж поехали что такое dependency injection injection почему-то всегда ассоциируется с инъекциями со шприцами и да немножко зависимостями dependency injection служит для достаточно простых и банальных вещей на самом деле как вы можете увидеть здесь есть класс у класса есть конструктор есть несколько членов класса в общем все достаточно все достаточно просто когда вы создаете сущность этого класса вам необходимо обеспечить класс вот инстансами тех самых типов которые объявлены для его членов класса в данном случае это у нас имя нашей машины да и двигатель собственно тип двигателя engine вы будете использовать ссылки на объекты соответственно ссылки внутри вашего класса они будут пустовать что в общем логично вы имеете оп и можете создавать объекты все замечательно вы можете создать объект задать имя машины и создать какой-то новый двигатель вы можете создавать разные объекты например создать двигатель другого типа или просто другой двигатель вы можете создать два разных объекта которые будут использовать в данном случае тот самый двигатель от патриота и если вы поставите двигатель от патриота к джипу гранд чироки то это будет немножко странно но тем не менее вы можете это сделать вы будете использовать а так называемый паттерн композиция когда ваши сущности которые вы создаете будут включаться в куда другую сущность это будет не наследование это будет именно композиция здесь все очень просто и когда вы посмотрите на наш супер супер чинутин джайн на самом деле он является наследником определенного типа который у нас уже объявлен заранее а возможно является реализация интерфейса для нас не принципиально данном случае не джайн может быть интерфейсом глядя на вот эти два объявления вы видите что мы можем сделать так что два объекта будут зависеть от какого-то другого объекта собственно это есть зависимость это уже зависимость и да возможность создавать объекты порождает зависимости довольно банально довольно банальная вещь как вы видите на этой картинке эта картинка взята не из нашего примера зависимости бывают очень разными у вас будут зависеть сервисы у вас будут зависеть активити у вас будут зависеть презентеры то о чем говорил денис мвп и все эти сущности они между собой переплетены разными связями если попытаться выразить это графически то получится что-то типа вот того что вы видите сейчас на картинке а если это взять с реальной рабочей боевой системы то вы увидите что там зависимости этих будет гораздо больше и и тесты которые проводят известные известные компания предоставляющие инструментарий для тестирования андроид приложений они показывают что зависимости в среднем приложении бывают тысячи в среднем это тысячи десятки тысяч для самого простого приложения для того чтобы эти зависимости реализовывать более эффективно не инстанцируя каждый раз внутри своего класса какие-то другие классы и не написывая кучу кода который ну скажем так который будет повторяться и в то же время который будет добавлять вам лишнюю работу существует такой инструмент как даггер даггер основан на стандарте GSR-330 этот стандарт был использован гуглом еще очень давно и это стандарт вообще для джава инъекций заглядывая немного в историю гугл когда-то создал такой продукт как джуз в народе его называют гусь этот самый джуз работал с рефлексией он следовал вот этим аннотациям но впоследствии разработчики из сквор довольно известной компании в которой есть такой очень известный в андроид мире разработчик как джейк вортон усовершенствовали систему которая была в джузе и создали даггер 1 даггер 1 был крутым инструментом но как показывает практика и тут можно что-то улучшить кстати даггер 1 кажется работал с рефлексией и написали даггер 2 даггер 2 выпустили в 2015 году то есть совсем недавно еще вроде бы совсем недавно джейк вортон говорил что вот мы анонсируем даггер 2 но мы обещаем его где-то там осенью постараемся сдержать обещание они сдержали обещание у нас есть этот продукт возвращаясь к стандартам и к терминологии итак у нас есть продукт который появился в ходе какой-то эволюции он использует gsr-330 который кстати предоставляет целый ряд аннотаций кроме того он следует определенным принципам своего рода паттерном разработки одним из которых является инверсионов контрол кто знает что такое инверсионов контрол окей а что это? хорошо а для чего она используется? хорошо в принципе правильно эта вещь еще связана с так называемыми архитектурными паттернами такими как чистая архитектура связана с тем что мы должны писать наше приложение чтобы внутренние классы связанные с доменной логикой не зависели от внешних классов да, чтобы мы писали приложение основываясь на интерфейсах и таким образом разграничивали зоны ответственности разграничивание зон ответственности обращаясь к какой-то реализации мы обращаемся в первую очередь к интерфейсу инверсионов контрол реализуется через dependency inversion и собственно сам инструментарий называется dependency injection несколько терминологий да, как я уже говорил даггер второй использует код генерацию в отличии от первого даггера который использовал рефлексию GSR GSR, как вы видите использует не только аннотацию inject которая была на том слайде который где-то был в начале GSR предоставляет целый пакет аннотаций которые позволят вам описать каким образом будут взаимодействовать сущности для обеспечения dependency injection например да, как вы видите, что я рассказываю о определенном семействе dependency injection продуктов которые в общем следуют этому стандарту есть другие продукты которые этому стандарту не следуют о них мы сегодня говорить не будем но они существуют довольно тоже неплохие живут есть injection inject, qualifier и scope мы собственно о них немножко дальше поговорим но чтобы вы видели что это аннотации не созданные собственно для второго даггера они существуют и для других продуктов для других версий да и так пришло время положить в наш код немного магии мы начнем с того что аннотируем наши ссылки на членов класса аннотации inject все достаточно просто для того чтобы инстанцировать в дальнейшем эти зависимости чтобы наш инструментарий dependency injection смог правильно подобрать куда именно инстанцировать и что мы должны также аннотировать конструктор здесь ситуация становится немного интереснее обратите внимание на конструктор по умолчанию самый простой способ обеспечить инжекцию это создать конструктор по умолчанию аннотировать inject сам конструктор по умолчанию и аннотировать инжектом те члены, которые требуют инстанцирования этого класса. Здесь все очень просто. Да, в реальной жизни нам понадобятся конструкторы с параметрами. И некоторые из этих параметров система сможет вам подобрать автоматически, если у них есть конструкторы по умолчанию. А некоторые, например, тот же engine, наверное, придется конструировать вручную. Также вы будете инжектировать презентеры, как я уже говорил, и это часто используется в MVP. Каким образом заставить это работать? Идем дальше. Структура инжекции — это взаимосвязь компонентов даггера, которые позволяют нам объединить вот эти вот аннотации инжект и объединить объявления наших классов. Структура даггера, структура инжекции даггера включает в себя компоненты и модули. Если вы посмотрите на картинку, картинка взята из статьи Мирослава Станика, здесь вы увидите, что компоненты являются контейнерами для модулей. Причем внутри одного компонента могут быть другие компоненты. Немножко позже мы увидим, что вот эти компоненты, которые вложены, они называются саб-компоненты. И называть их просто компонентами мы не можем по правилам инжекции. Следующий слайд. Собственно, посмотрите сюда. Вы увидели что-то. Теперь разберем, что здесь. Аннотация модуль. Это аннотация, которая говорит, что вот эта сущность, вот этот класс является модулем, который будет генерировать для нас инстансы объектов. Здесь тоже все достаточно просто. Аннотации, которые, собственно, генерируют, аннотация, которая генерирует, это аннотация provide. Аннотация provides просто указывает на то, что данный метод модуля будет поставлять вам сущность. Самое интересное будет происходить внутри этого метода. Внутри этого метода вам необходимо будет, следуя вашим правилам, каким-то образом инстанцировать объект. Некоторые объекты у вас будут зависеть друг от друга. Некоторые объекты будут зависеть от членов класса модуль, который вы можете хранить в модуле. Например, тот же контекст вы можете в модуль положить, модуль о нем помнит, и потом при инстанцировании тех же самых презентеров, например, вы будете генерировать новые сущности презентеров на основе того контекста, который у вас модуль помнит один раз при его создании. Как вы видите, у модуля есть конструктор. В данном случае вместо контекста мы передаем application, при создании чего-то мы можем возвращать то, что хранится в самом модуле, мы можем возвращать что-то, что мы создаем новое. При создании некоторых сущностей мы задаем какие-то параметры. Все вроде просто, все окей. Что такое singleton? Singleton — это инструкция, которая говорит, что там, где инжектор будет находить аннотацию inject, он должен не всегда инстанцировать новый объект. Он может переиспользовать уже инстанцированный один раз. И даггер для нас будет его кэшировать. Мы создадим один раз и будем переиспользовать. Все просто? Идем дальше. Компонент. С компонентом все немножко интереснее. С одной стороны, как вы видите в самом верху объявления компонента, компонент должен учитывать время жизни модулей, которые он включает. И если мы попробуем в компонент, который использует время жизни инстанцирования, как бы постоянное инстанцирование, если мы попробуем в нем использовать singleton, то там возникнут конфликты. Поэтому нужно хорошо понимать, что, например, компонент для application, он будет singleton, потому что приложение у нас application класс 1. И он существует все время существования приложения. Для activity, например, это тоже может быть singleton, но там время жизни будет привязано ко времени жизни activity. То есть мы не можем там все очень произвольно делать. Поэтому есть возможность аннотировать компонент дополнительной аннотацией singleton, когда это нужно. Есть список модулей, которые включают в себя этот компонент. Сущности. Это... Да, наверное, следующий слайд лучше это объяснит. Да. Это связка того, тех модулей, которые у нас генерируют сущности, с теми классами, которые потребуют инжекцию. Например, в activity у вас... Посмотрим, есть ли такое? Ну ладно, доберемся. В activity у вас будет аннотация inject. В компоненте у вас должны быть указаны модули, которые делают provides для этой activity. И вы должны обязательно указать в компоненте, куда мы инжектируем. То есть мы должны указать конкретный класс. Причем обратите внимание, что здесь нельзя, например, написать base activity, да, как базовый класс. Потому что тогда инжекция произойдет только в base activity. А в main activity, куда нужно, например, проинжектить какой-то конкретный презентер, правила будут чуть-чуть другими. Итак, еще раз. Инжект — это кто зависит, модули — это кто провайдит зависимости. Что еще тут можно было увидеть? Тут есть плюс, о нем мы поговорим позже. Сам компонент объявляется как интерфейс. Давайте вернемся к модулю. Модуль объявляется как класс. Обратили внимание, да? Интересная зависимость, потому что модуль — это реальный класс, который реально имеет ссылки на реальные объекты. и он создается вами вручную при объявлении компонент, при связке, которую мы сейчас будем рассматривать. Компонент, в свою очередь, это та штука, которую автогенерирует даггер. И здесь как раз происходит магия. Поэтому он интерфейс. Обратили внимание, да? Интерфейс. Идем дальше. Вот, например, application component инициализируется. Внутри нашего приложения. Обратите внимание, generated code used. Что значит? Значит, что мы используем генерированный код. Например, даггер аппкомпонент. Как вы видели, до этого мы объявляли аппкомпонент, а тут вдруг появился какой-то префикс даггер. Откуда? Да. Даггер сгенерировал код. Причем, обратите внимание, он его генерирует, да, достаточно быстро в Android студии, да, у нас нет необходимости запускать отдельный генератор, как в гриндау, например, но, когда генерация присутствует. Если вы случайно поломаете инжекцию, о которой мы сейчас говорим, об ее структуре, то в итоге у вас вот этот вот даггер аппкомпонент не появится. И что будет? Какая-то маленькая ошибка. Где-то вы неправильно указали класс. Генерация не сработала, даггер аппкомпонента нету, и вот эта вся магия, которая обеспечивает нам привязку наших активитей и других классов, она просто не заработает. Без этого сгенерировано классом. Потому что компонент, который является корнем всего дерева, он является основой. И без него все остальное не работает. Поэтому внимательно относимся к тому, как мы строим инжекцию до этого, и внимательно относимся к тому, как мы используем компонент. Что еще тут видно? У компонента есть билдер. Билдер такой паттерн Java. Кто использовал билдеры в своей жизни и писал их? Отлично. То есть что-то уже знакомое. Да, билдер можно писать своими руками. Поэтому все nice. Понимаем, что у билдера есть какие-то аргументы, которые определяют, как будет строиться дальше наш компонент. Например, метод appModule. Тоже автоматически сгенерированный метод, который принимает в качестве аргумента инстанс-классом appModule. Как я уже говорил, модуль мы создаем руками, создаем ему параметры, и он, в общем-то, рукописный. И вызываем метод build. Все отлично, мы получили app-компонент. Желательно его куда-то сохранить, наверное. Что там сохранится? Ну да, куда-то он там сохранится. Тут просто пример из реального кода, который вы, кстати, можете найти на GitHub, там позже ссылочка будет. А можете при желании поискать что-то сами, не обязательно мой код. И вот этот patterns appget, он используется довольно часто. Идея такова. У класса application есть методы, которые предоставляют доступ к нему. Вы можете при желании использовать не статический метод, но можете при желании просто получить из контекста getApplication.context. Можете его прикастить к своему классу. Это тоже самое будет. Никакой магии тут не будет. Но что для нас важно, у нас будет вот этот вот getApp-компонент. Sorry, тут просто скриншот делался с примера кода, где используется кодогенератор, еще один ломбок. И он там на момент, когда делался скриншот, не завелся, поэтому у нас этого метода нет. Но если его написать руками, он тоже будет. Идея в том, что application хранит app-компонент. Это корень всего добра. Надеюсь, добра не зла. Мы вызываем какие-то дополнительные методы на этом компоненте, о них мы поговорим чуть позже. И затем мы вызываем inject. Вот этот inject, как вы заметили, а, ладно. Вот этот inject, это тот inject, который был описан с указанием конкретного класса, куда мы injectим. В данном случае это класс loginActivity. Вы видите аннотацию inject, видите, как мы заинжектили, все отлично. Магия заработает только после injection. Вы уже видели, как можно это все собрать. Окей. Плюс. Что за магия-то? Вот здесь мы подходим к эффективному управлению памяти. Scoops, как таковые, служат для того, чтобы обеспечивать вашим инстанцируемым классам определенное время жизни. Например, у вас есть Activity, и они живут довольно недолго. С одного экрана на другой переходите, наверное, скорее всего, убиваете. То есть все, что заинжекшена в Activity, вполне можно после этого почистить, у вас приложение будет кушать памяти меньше. Какой-то класс пользовательских данных, например, User. Вот он будет жить, например, между логинами. И scope application – это самый главный scope вот того самого корня. Дальше. Вы это еще раз смотрите. Это о том, что наши модули, их время жизни, оно очень-очень-очень похоже на вот эту диаграммку, вот эту матрешку. Матрешка. Да. Плюс. Говоря о плюсе, скажем так. У нас есть возможность использовать из GSR 330 аннотацию scope. Аннотация scope позволяет вам генерировать scope определенного времени жизни. Например, Activity scope будет жить столько, сколько живет Activity. Просто. И описывать компоненты как саб-компонент. Тут все остальное внутри точно так же описывается, как в корневом компоненте, за исключением одной вещи. Когда вы вызовете вот этот плюс, а, да, сори, да. Вы вызовете плюс, передадите туда модуль, не компонент, а модуль. Вот. И инстанцируете его, этот модуль. И в итоге вы получите подкомпонент, который вам нужен. Для чего это используется? Это используется для того, чтобы, это мы пропустим, для того, чтобы вот эти вот scopes, которые можно объявлять как вот такие вот интерфейсы, ограничили время жизни наших объектов. Этот вид scopes будет ограничивать время жизни статически, в зависимости от того, куда вы заинжектились. А вот этот тип времени жизни будет ограничивать динамически. Динамически означает, что вы будете руками управлять, и там, в общем-то, удаляться все будет с помощью garbage collector, но все же не совсем вручную. Мы указываем, мы аннотируем компонент необходимым scopes. Это просто примеры, как это можно делать, как это можно делать еще раз, как это можно делать еще раз. Да, вот user scope, например, как он будет работать. Это тот самый scope, который я говорил, что он имеет retention time, run time. То есть он будет, его им можно управлять вручную. Чтобы им управлять вручную, вы сохраняете ссылку на компонент внутри приложения, собственно, рядом с app-компонентом, но создаете вы его с помощью особого метода. Опять-таки, в примере кода вы это можете увидеть. Создали с помощью особого метода, затем почистили, релизнули, и garbage collector его удалит. Когда это происходит? Это происходит тогда, когда юзер вылогинился. И в следующий раз вы вызовете еще один, еще раз метод create user component, когда юзер залогинился. И у вас создастся этот самый компонент еще раз. С другими данными юзера. Мы уже почти подошли к концу. Можно просыпаться, наверное. Что надо инжектить? Инжектить надо все, что вы видите на экране. На самом деле, инжектить надо то, что вам поможет эффективнее использовать память и эффективнее писать код. Презентеры однозначно. Синглитоны очень удобно. В конкретном примере, который я чуть позже расскажу, буквально через полминуты, мы инжектили mock-данные для демо. Их же можно было использовать с небольшими вариациями при тестировании. Да, еще немножко примеры кода, о чем можно почитать. Очень рекомендую почитать Фернанда Седжеса. Он же про паттерны проектирования, чистую архитектуру пишет и кучу вещей, о которых рассказывал в том числе Денис в самом начале. Мирослав Станик очень хорошо писал скоупы. У него замечательная статья по поводу того, как правильно управлять вот этим retention-таймом и вовремя чистить память. И официальная страница Dagger 2. Окей. Итак, мы подошли к концу этой короткой презентации. Так в чем же был смысл кода? История такова, что вот эту вот технологию Dagger 2 мы использовали в проекте в общем со всеми теми самыми наворотами, о которых говорил Денис. Проект не был с Денисом связан никак. Вместе с юнит-тестами, правильным разделением MVP. Но ключевой идеей было то, что сервер-сайда на тот момент не было. Мы писали приложение, которое должно в сервер разобрать данные, что-то показать, что-то как-то красиво это все обработать, прокалькулировать. И задача была в том, чтобы потом очень быстро при появлении сервера, при появлении REST-сервисов, о которых рассказывал предыдущий докладчик, мы смогли быстро на них перейти. Быстро это сделать можно только меняя вручную код. Имея модули и компоненты, мы достаточно легко в момент, когда появился сервер, заменили mock-данные, которые у нас поставлялись с помощью инжекции, достаточно легко заменили их на реальные данные с REST API. Собственно, у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Ребята, у кого вопросы? Вот вижу вопрос. Спасибо большое, Константин. Доклад интересный. Вопрос? Спасибо за доклад. Было очень интересно, информативно. хотелось бы узнать ваше мнение. Есть ли какой-то порог сложности проекта, ниже которого использование как там, например, продвинутой архитектуры какой-то отличной от стандартной андроидовской, так и всяких фишек типа Dependency Injection и Dagger, в частности, перестает быть оптимальным в плане трудозатрат и времени? Спасибо за вопрос. Вас интересует порог снизу, правильно? Да. Хороший вопрос. На самом деле все, что вы пишете для учебных целей и для простых POC, то есть Proof of Concept, вы можете писать без Dependency Injection и без MVP. Иногда этот объем работ может достигать одного и даже двух месяцев. И это абсолютно нормально. Это зависит от конкретной цели. Сейчас у Гугла есть тенденция, которая называется Lean Development. Она очень похожа на Agile, но ключевой ее точкой отправной является то, что вы пишете для пользователей и если вы это можете сделать быстро, не очень красиво, но быстро и эффективно делайте, а после этого переходите к рефакторингу. Так вот, вот этот нижний порог он определяется моментом, когда вы понимаете, что вам нужно поддерживать приложение на разных версиях Андроида для различных, например, для различных условий, когда появляется сервер, до этого вы писали на демо. И в целом архитектура MVP и инжекция она будет важна, когда ваше приложение надо будет поддерживать, когда у вас команда разрастется. То есть в принципе один человек в течение какого-то месяца, например, полутора-двух вполне может работать без этого. Но как только у вас появятся другие люди, желательно переходить на правильную разработку. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? А вам сейчас микрофон донесу. Такой вопрос. На моменте реального проекта вы с самого начала решили отсутствие сервера использовать данжер? Или же на моменте, когда уже поняли, что кто-то бэкэнд не успевает сервер разработать и надо что-то использовать типа макабдавное? Ну да, в этом проекте я был тимлидом, в котором использовали второй даггер. Да, решение было принято на момент, когда мы узнали, что заказчик хочет видеть реальное демо с определенным функционалом, но при этом не готов поставить команду серверсайда. И с самого начала, да? Не совсем, не совсем. Был определенный момент MVP, когда мы разрабатывали, грубо говоря, хардварные фичи, например, сканирование чего-то. То есть для MVP нам абсолютно не было нужно. Но при этом код не переписывали. Ну то есть не надо было, когда... Ну он изначально в принципе неплохо был написан. Но да, вы правы абсолютно, что был определенный небольшой промежуток времени, когда мы писали без этого, но в принципе достаточно быстро мы перешли на даггер, потому что это практически в течение первого месяца стало актуальным. И второй вопрос, почему ниндзя кинжалы где? А это не я придумал. Спасибо. Я могу сказать, почему кинжалы, потому что даггер это как бы кинжал. А у меня вот в чем вопрос. Android annotation где? Почему его тут не было? Какой злой вопрос. Спасибо. Да, как я и сказал, существует инструментарий, который не следует GSR-у. И этот инструментарий может быть популярен и эффективен. Android annotation как раз к такому примеру относится. Проблема в том, что я рассказывал про Google продукт, про даггер, про его особенности. А Android annotations разрабатываются другим разработчикам и они в принципе представляют другое абсолютно семейство инструментария. Кроме того, насколько я знаю, разработчики, которые используют Android annotations, которые покрывают кучу функционала вообще, они несколько скептически относятся к переходу на GSR. В то же время тот же GSR, он позволяет он предоставляет возможность отвязаться от того же даггера второго, придите на гус, если очень захочется. Поэтому Android annotations это просто другой класс инструментария. Ну а по твоему мнению, кто победит в этой прекрасной войне? Android annotation и даггера добра? Google, империя добра. Конечно, конечно, победит Google. но это не заставляет всех разработчиков переходить только на GSR. Хорошо, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода.